Как идет ремонт крыши, сколько заработала управляющая компания за год. Обычно это то, чем интересуются собственники жилья. Раньше, чтобы все разузнать, нужно было идти в офис, стоять в очереди. Теперь эту информацию коммунальщики обязаны предоставлять по закону. Публиковать в сети интернет. За уклонение серьезные штрафы до 300 тысяч рублей. Одних квитанций и объявлений в подъезде недостаточно. Полная финансовая отчетность, все показатели работы должны быть доступны каждому собственнику жилья. Весь алгоритм действия раскрытия информации, организациями которой осуществляет управление многоквартирным домом, он определен в 731-м постановлении правительства Российской Федерации. Там четко определена схема, определены критерии, по которым управляющая компания должна давать определенную информацию. Информация очень обширная, она начинается от юридического адреса предприятия, а заканчивается налоговой отчетностью за предыдущий год. Для раскрытия информации есть и обязательные интернет-ресурсы. Сайт правительства России, органов местного самоуправления, собственный сайт. Один из официальных источников раскрытия информации – сайт реформы ЖКХ. Здесь можно узнать все о работе своей управляющей компании, проверить правильность начисления коммунальных платежей и многое другое. Сервис для собственников удобный, однако, чтобы обеспечить такое удобство, коммунальщикам приходится решать множество технических проблем. В Череповце 64 управляющие компании, из них 4 информацию не предоставили. Нарушили законодательство союз собственников жилья, жилкомфорт-сервис и два новичка. К последним пока претензии несущественные. У обслуживающих организаций свои оправдания. Самая главная трудность, наверное, в том, что у сайта реформы ЖКХ не сделана возможность вот эти все отчеты вставить именно за отчет 2012 года. То есть на данный момент, вот я сегодня хотел это сделать, звонил в Москву, они говорят, у нас такой возможности нет. То есть у нас технически это не реализовано. Не хватает управляющим компаниям и времени. По их подсчетам, чтобы обработать информацию по всем домам, одного дня недостаточно. Выделить для такой работы специального сотрудника дорого. Обнародовать информацию о своей деятельности обязаны не только управляющие компании, но и ТСЖ. Правда, для них правила более мягкие. На помощь собственникам пришел департамент ЖКХ. Здесь представителями ТСЖ работает специальный сотрудник. Процесс идет не так быстро, как хотелось бы, но все-таки идет. По словам специалистов, на фоне других городов Вологодской области наш город выглядит вполне достойно.